доброе утро друзья это уже третий день утра 5 утра туманчик такой вот книжка затянута лодки плавают второй день я плавал на лодке поймал одного щуренка вечером сходил одного леща поймал и густера платваны выпускал тень уже третий день по прикормке то же самое но о нем придут помогут добавить видео уже словами наш не сейчас неудобно будет снимать так что доброго . какой туман поднялся метров на 10 чуть больше 20 вообще ничего не видно как люди на лодка сейчас будет плавать и не знаю ужас но как девчонки говорили вчера покромили трех все не целую арабу пригнали где там кормят туманчик такая тоже Прямо в меня. Я вся в писке. Когда вытаскивай, что ты с этой пошла-то? Нет, давайте возьмем. Это что мы делаем с этой? Господи, башкой прям об землю. Я все равно за травкой стоит. Страшно. Так, я взял тарик. Будет такая вкуснота пищеволки. Так и посмотрел на нас. Вот почему он плохо. Так, гуляем. Тут рядышком прям с нами мемориальный комплекс Ксты. Можете почитать, что здесь написано. Это типа остаток избы женщины с ребенком. Сейчас покажем. Деревня Ксты в Великой Отечественной войне была сожжена немецко-фашистскими войсками. И за день до освобождения этих мест 4-й ударной армии генерала Андрея Еременко и 9 января 42-го года в жутких мороз и сэссоции дивизии МИР. Нет, ну это как-то нет. Надо выбрать. Да. Жители это старики, женщины сцепляющие за подоломатериами и матерей детьми. Ладно. Почитает Лилия. Лилия вот и не читает. Сожженная деревня немецким захватчиком. Получается. Проход туда. И пойдем как раз к мемориалу. Там прямо находится. Тут лес красивый. Лавочки можете отдохнуть. Ну вот мы выходим к мемориалу. Очень большой. Большой, да. С другого ракурса потом еще покажу. Девчонки-то сбоку, да. Смогу обойдем. Здесь на этой страдальной земле 9 января 1942 года фашистские захватчики, отступая под натиском советских воинов, бессильной злобе, уничтожили деревню Ксты. Расстреляли и сожгли всех ее жителей, стариков, женщин и детей. Сейчас мы обойдемся со стороны. Солнышко еще светит. Там вид сзади была как раз. Вот сбоку вид. Вот женщина наклонилась. Получается типа остаток избы. Водосточная труба получается. Солдаты так и нашли это. Поэтому так и было сделано. Да. Здесь фамилии. А сколько детей? Детей очень много, да. 10 месяцев, самому младшему. Самому младшему 10 месяцев было. Сейчас мы их всех покажем. Очень много детей. Ну а раньше-то они же оставались. Дети-то были его большая часть. Старики, женщины, бабушки и дети. Ну вот вид спереди получается. У нас красиво сделано. А вечером у нас еще и посвечивается. Да, вечером посвечивается. Тоже красиво. Это у нас получается река Волга. Та, которая берет исток. С прошлого видео. Да. Мы предыдущие видео были где исток. Это уже она проходит здесь. Мы вот там вот находимся. Практически рядышком. И на возвышенности стоит как раз меморигал. На такой как бы косе. Да. Как раз с этой стороны видно, что женщина занесла правую руку и ну как бы или в мольбе или в проклятии. И на руках она держит маленького ребенка. А везде. Восемнадцать не уже. Итак. Это мы чисто просто ужин показываем вам. Наш лещ первый. Мы его закоптили. Как коптить. У нас есть видео. Это чисто просто отдых. То, что мы наш ужин. Он у нас уже готов. На ольхе. Вот так как красота у нас получилась. Моя рука. Здесь. И сейчас девчонки его будут есть. Ну а у меня шашлык с картошкой. Да нет. Сосиски с картошкой и с грибами лисичками. Ну а это мой ужина их. Рыбки. Так что приятного вам нам обидита. Ха-ха-ха.